Мне кажется, каждая маленькая девочка уже флорист. Помните, тоненькими пальчиками мы собирали самые красивые цветочки, не траву какую-нибудь, складывали в букетик и несли маме. Действительно ли человек рождается флористом или нужно много этому учиться? Сейчас узнаем у профессионального флориста Ольги Птичкиной. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Надежда. Ну, наверное, я родилась флористом, потому что в школе, когда надо было сушить гербарий, ой, это была моя тема, все цветочки все лето собирала и сушила тщательно в книжках. И в деревне у бабушки тоже все клумбы были мои, от посадки семечек, рассады, до ухода и сбора урожая цветов. То есть это в крови? Да, видимо, так. Ну, потом пришлось поучиться на флориста? Ну, потом я совершенно случайно попала в эту профессию и уже захотелось дальше обучаться. Пошла, поучилась, да, и вот так вот продолжаю дальше. Вот когда создаешь букет, ну, вот не флорист создает, большинство, или может это только я, приходишь к какому-то результату и до идеального не доходишь. Уже один цветочек пряжел, другой, потом уже говорит, ну, будет так. Вот как прийти к идеальному результату? Или у флористов тоже такое бывает, что собираешь, собираешь, собираешь композицию, и в результате ты понимаешь, что могло бы быть еще лучше, то есть насколько велики требования. Или когда ты уже знаешь всю науку, как собирать, уже собирается все легко? Ну, я думаю, как и у всех людей. Буки творчества. Да, да, это у всех так, по-всякому бывает. Иногда что-то, вот сразу какой-то образ в голове родился, и ты уже составляешь, и все получается идеально. А иногда вот сколько ни мучаешься, что-то вот чего-то не хватает. Может быть, потом через какое-то время ты увидишь, что сюда вот подошло бы идеально вот это. А иногда вот оставишь, как вот с первого раза получилось, и замечательно все, да, вот людям очень понравится. А вот вы идете от названия композиции, или название рождается уже в конце? Ну, это тоже, наверное, единого у меня нет такого вот шаблона, да, когда как. Когда может быть какое-то слово, что-то вот, цвет, цветочек, да, как, поспособствует, да, какому-то вот рождению, да, композиции или букета. А иногда вот уже сам букет создашь, и рождается, да, что-то появится такое, да, вот именно ему. Есть ли какие-то цветы, которые нельзя сочетать ни в коем случае, даже если оба цветка ваши любимые? Ну, сейчас во флористике, в принципе, таких строгих правил нет, и можно, в принципе, сочетают все, что угодно. Уже не терпится перейти к практике. Итак, я вижу, вазы нет. Есть цветы. Причем цветы доступные каждому. Да, сегодня мы будем делать композицию из, в основном, природного материала, то, что можно найти где-то в поле, у себя на даче, да. Сейчас это очень активно используется, природный материал, ветки кустарников, вот, например, малина, деревьев, ну, все, что можно найти, доступно, в принципе. И почему нет вазы? Ну, композицию можно делать в любом сосуде, да, и в данном случае у нас будет тематическое осеннее, и по тематике и по цвету нам очень хорошо подойдет вот такая корзиночка. Ну, корзиночка наполнена чем-то, вот, давайте посмотрим, что там за внутренности такие, что это? Ну, поскольку композиция делается из, коротенькие, да, подрезаются растения, они ставятся в оазис, им же надо как-то питаться, пить воду, да, для этого используется флористическая губка, оазис, предварительно она замачивается в воде, вот, я уже заранее подготовила, вырезала по форме и обернула пленочкой. А сколько часов нужно, чтобы она намокала? Ну, тут нужно не часов, тут буквально полчаса. Полчаса, да. Хорошо. Итак, начинаем. С каких цветов начинаем сначала? С акцентов или с края или со средины вообще? Есть какие-то законы? Для такой маленькой композиции, да, вначале нужно прикрыть оазис, да, и мы начнем с манжетки, да, которая делается из зеленых листочков, и вот мы будем... Это у нас малина, да? Да, это малина. И вот мы будем устанавливать листочки, прикрывать. То есть мы работаем от края к центру? Да. Цветочки можно ставить в двух техниках, параллельно, но это уже будет такая тематическая серьезная работа, да, либо вот в радиальной технике, когда они все выставляются из воображаемого центра. То есть сейчас мы как бы представляем на донышке корзиночки центр, из которого у нас все растет. Вот. И ставим под таким углом, что оно там все соединяется, и у нас должен получиться такой идеальный ежик из стеблей. Ну, стебелечки мы подрезаем под углом 45 градусов и ставим срезом вниз, чтобы они лучше пили водичку. И также нам можно использовать несколько видов зелени. Ну, вот сейчас мы будем использовать также листочки Таноцетума или простонародье пижма. Таноцетум? Да. Интересное название. Вот. Несколько видов зелени, они нам разнообразят композицию. Будет смотреться интереснее. Ну вот, такая манжетка у нас готова. И мы теперь можем приступить уже к постановке цветочков. С каких начнем? Ну, я ставлю цветы группами, такими неравными треугольниками. И группами они идут по золотому сечению, по принципу 3, 5, 8. Как интересно, тут еще и золотое сечение должно учитываться. Самые большие цветы, ну, в смысле, которых самое большое количество, да, это у нас восьмерка. Ну, 3, 5, 8, да, как бы золотое сечение. Восьмерка. В данном случае у нас вот будет пижма. Ее у нас будет больше всего. А как это треугольниками, вы сказали, треугольниками ставить? Ну, вот ставим. Представляем, что у нас вот каким-то образом здесь образуется треугольник. А, вот как это называется. Он у нас проходит через центр, затрагивая центр, но в центр мы не ставим. Так, берем что-нибудь еще побольше. Вот тебе и флорист от рождения. Это нужно знать. Вот. Цветочки стараемся ставить объемно, чтобы у нас была такая пышненькая композиция. Ну, потом, по ходу, мы уже смотрим и добавим, где чего нам может быть. То есть, вот у нас этот треугольник и получается. Да, вот у нас треугольничек первый получился. То есть, не важно, что в центре нет этих цветов? Мы потом все добавим. Так, дальше у нас пойдет ахиллея или тысячелистник. По-простому. Тоже по принципу треугольника? Да, тоже. А здесь где будут углы треугольника? Да, в другую сторону, да? Да, в другую. Смотрим, чтобы это смотрелось так гармонично. И опять же треугольник. Да, вот треугольничек. Добавляем, где у нас чего-то не хватает. Так, можно также в серединку поставить еще листочкой, чтобы заполнить. И чтобы было какое-то движение такое. Интересно смотрелась композиция. Так, ну, сейчас мы еще немножко добавим. Сейчас у нас пока композиция получается круглая, такая классическая форма у нее. Но мы немножко ее разбавим в конце и придадим ей движение. Так, заполняем, чтобы не было видно. Так, акцентом в этой композиции у нас будет диантус. Или диантус? Или гвоздика, да. Я всегда только знала, как гвоздику этот цветок. Диантус, очень красиво звучит. Да, вот. Она у нас будет стоять немножко сбоку от центра. В центр никогда не ставится, да, для более гармоничной композиции. То есть все растения работают теперь на то, чтобы оттенить этот цветок, да? Да. Правильно понимаю? Правильно. Ну, и вот у нас, чтобы сделаем композицию немного интереснее и все-таки подчеркнем то, что у нас сейчас наступает осень, используем яркие фонарики физалиса. А вот здесь вопрос, не будет ли они спорить с... забыла опять, как называется эта гвоздика с гвоздикой. С диантусом, да, с нашим. Нет, абсолютно не будут. То есть получается здесь акцент и здесь акцент. Или нет? Нет, это у нас уже не акцент, это у нас такое дополнение, нюанс. То есть акцент должен быть контрастный очень, да? А здесь у нас желтость, оранжевый. Он контрастный и он впереди, да, он выступает. Вот. Вот два выступа и подчеркнем еще травинками. То есть, собственно говоря, сама середина, где я ожидала самый яркий цветок, она как раз такая невзрачная у нас получается за счет травы, каких-то маленьких цветочков, листиков. А акцент-то у нас сбоку получается, да? Ну, в центр у нас не ставится, да. Акцент. Вот что значит нет флористических у меня каких-то знаний. Я бы в центр поставила и стала бы вокруг делать, а тут оказывается все довольно хитрее. И серединка заполнена. Да, серединку мы заполняем, вот так же мы добавляем. У нас треугольничек-то образовался, но мы все равно добавляем еще этих цветочков, пижмы. Вот я смотрю, клевер вы отодвинули в сторону, мы его используем? Мы попробуем его использовать. Я сегодня решила его поэкспериментировать. Сама я с ним еще ни разу не работала. Попробую. А он сложный, да? Сложный? Вот я не знаю, ни разу не пробовала его в композиции. Но у него тоненькая, вот такая довольно, мягкий стебелек. Мягкий стебелек. Ну вот, в принципе, да, у нас уже что-то получилось. Очень красиво получилось. Так, попробуем наш клевер. В принципе, флористы используют и клевер, я с ним сама никогда еще не работала. Вот, и он, в принципе, вот так вот, да, легко, воздушно. И он у нас перекликается по цвету с гвоздичкой. То есть, очень интересно играет. У нас получилась композиция как бы односторонняя, да, раз акцент с одной стороны. Ну, про вторую, заднюю сторону мы не забываем. И здесь тоже, да, у нас все красиво, гармонично. Ну что, Ольга, вот такой замечательный букет, он не может остаться без названия. Да, осталось придумать название нашей осенней композиции. Наш оператор Танюша посоветовала нам назвать, как в детском саду. Помните, мы не ломали голову, мы смотрели и говорили, а, это же краски осени. Пусть он будет краски осени. Да. Замечательный букет. Что нужно делать, чтобы он стоял долго? И вообще, как долго он может простоять? Ну, он будет стоять достаточно долго, потому что стебелечки у цветов короткие, и будут хорошо и быстро пить водичку. Достаточно ли только обрызгивать эти цветы, или нужно подливать воду туда? Обрызгивать не нужно. Не нужно. Нужно в серединку аккуратненько подливать водичку, но дня 4 она простоит, ей хватит воды, а потом понемножку, буквально там, по пол чашечки в серединку можно подливать. Ну, кстати, если не подливать воды, он может засохнуть и радовать нас долго. Физалис может стоять в засушенном виде, да, но, может быть, клевер не будет, может быть, гвоздика не будет, а все остальное, мне кажется, оно прекрасно высохнет и будет нас радовать. Да, будет как сухоцветы, да. Так что пробуйте, друзья, делать композиции. Спасибо огромное, Ольга. Не забывайте про золотое сечение. Это, оказывается, очень важно, и тогда у вас будут получаться вот такие настоящие флористические шедевры. Флористические шедевры. Флористические шедевры. Продолжение следует...